Но мы поставили Российской армии задачу 24 февраля. Какую задачу вы поставили? Не воевать? Продемонстрировать силу? Напугать их? Продемонстрировали? Напугали? Это не военная задача, это политическая. А оказалось, что они не пугаются. Друзья, всем привет. Ну что, сегодня сложное утро. Враг опять атакует ракетами Украину. И ночью летели шахеды, утром полетели ракеты. Киев, Одесса, Винница, другие регионы и города Украины уже есть информация и о погибших, и о раненых. В общем, молимся, друзья, поддерживаем друг друга, держим строй. Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру. В Одессе есть перебой и с водой, во многих местах Украины со светом. Ситуация непростая, друзья, но это такая истерическая реакция, в том числе на решение по танкам. Решение по танкам стало просто, ну, какой-то действительно в головах самих россиян. Они сами себе придумали какую-то вот эту красную линию, значит, которая называлась танки. И теперь их там колбасит страшно. Ну, потому что, как выяснилось, эта красная линия существует только в их голове, больше нигде. И они, конечно, еще пытаются там что-то сказать, что танки придут не скоро и не так много, как мы просили. Вон там один такой заливает у них пропагандист, послушайте. Безусловно, танки будут поставлены. Для нас это создаст определенные проблемы. Поставлены все равно в меньшем количестве, чем это требовало залуженные и другие представители киевского режима. Но главные, проигравшие в результате всего этого вриете, это два народа. Это народ Украины и народ Германии. Совершенно очевидно. Сегодня в Соединенных Штатах Америки прозвучали замечательные по своей откровенности слова. Когда через Лицеберия прорываются откровенные вещи. Было сказано о том, что Абрамсы будут поставлены через год-полтора. Что это означает? Это означает, что Соединенные Штаты Америки настроены и имеют своей целью бесконечно долгий конфликт на Украине. Ну, на самом деле, друзья, очевидно, конечно, что это для них просто удар, очень сильный удар. И там россияне беснуются в соцсетях. Там вы можете видеть все эти посты бесконечные, что «А-а-а, да Коля, да что!». Значит, своеобразным таким рупором этих настроений Кремль назначил Соловьева. Еще раз, Кремль назначил Соловьева, это нужно понимать. Такой немножко выпускает пар. Видите, они там хотя бы говорят об этом. И он там кричит «Собаки! Собаки! Где удары? Где что?». И чтобы вы посмотрели на эту истерику Соловья. Они взорвали наши газопроводы, мы утерлись. Они поставляют тяжелые танки, мы утираемся. Хватит говорить про красные линии. Это абсолютно пустая фраза, не значащая ничего. Когда наши дипломаты в очередной раз говорят, это будет красные линии, народу это же воспринимается только одним образом. Пожалуйста, прекратите, либо объясните, что такое для вас красные линии. Уничтожение газопроводов, по которым поставлялся российский газ и причинение, в том числе нашему государству, убытков на миллиарды долларов не привело никаким последствиям для международных террористов. И все знают, что это морды британско-американские. Мы не сделали ничего. Ничего. Мы никак не отомстили. Мы говорили, это будет красные линии, если вы поставите наступательное оружие. Они поставили наступательное оружие. Мы не сделали ничего. Мы будем тогда рассматривать это как законные цели, когда они окажутся на Украине. Вы что, серьезно это несете? Вы вот это сейчас все серьезно говорите, да? Ну вот это вот он истерит, кричит, что же дальше и какие удары они куда нанесут. Но на самом деле, естественно, никто никуда ничего не наносит. И они боятся. Они просто начинают осознавать, насколько глубокой вообще пятой точки они находятся. Ну и еще хочу, чтобы вы еще посмотрели еще немножко истерики Соловьиного помета. Она сама по себе зачетна, приятно, показательна. Посмотрите. Запад уже в прямую говорит. Вначале было, нет, мы поставим только каски, бронежилеты и медицину, говорила Германия. Потом, нет, мы поставим только оборонительное оружие, к которому относятся системы ПВО. Нет, мы поставим только... Что? Теперь идут танки. Это наступательное оружие. За ними пойдут. Уже пошли вертолеты, мы смолчали. Вертолеты-производители НАТО, а не старые советские. Им дадут теперь все. Мы так и будем дурака включать? Месяцами готовились экипажи для леопардов. Мы что, уничтожили хоть одну базу на территории стран НАТО? Нет. Мы нанесли удары по подлым польским собакам. Иначе не назвать эти инфраструктурные объекты. Гиены Европы, шакалы, как называл их Черчилль, вновь пытаются откусить кусок белорусской и русской земли. А мы что? Мы что? Мы выставили к чертовой матери отсюда. Посла этой страны? Нет. Хотя на аэродромы этой страны приходит техника НАТО. Мы нанесли удар по этому аэродрому? Нет. Мы уничтожили точки входа? Нет. Мы не сделали ни черта. Ну, а в реальности все вот эти их истерики, они пытаются ими прикрыть что? Прикрыть свою полную растерянность. Вот они реально не знают, что говорить и что делать. И несут, ну, какую-то страшную пургу. Один там вышел у них, начал говорить, все им дадут, все, теперь надо нашу молодежь прикрыть, как святая Татьяна. Ну, это какой-то просто трэшак. Мы обсуждаем вещи, которые 7-8 месяцев назад было сложно представить. Немецкие танки едут на Украину, европейцы обсуждают дальнейшие поставки, еще что-то. В этот момент не забывать про то, что мы не должны оставить нашу молодежь, наших студентов, наших школьников, мы не должны оставить их одних в том мире, в котором они сейчас находятся. Вот как святая Татьяна сумела увести этих стражников от идолопоклонничества, мы ровно таким же образом должны оградить нашу молодежь от того мира, в котором мы ее, к сожалению, оставили за эти 30 лет. Ну, и, друзья, здесь на этом фоне и Путин, значит, уже меняет цели спецоперации. Уже все оказывается. Помните, уже с какие только не были цели. Демилитаризация, деноцификация. А потом, значит, что-то Донбасса особо, теперь цель защита народа России. Защита. И вот он тоже, значит, Татьяне День, значит, молодежь что-то втирает. Убивает эту молодежь тысячами, но ничего. Он еще продолжает им что-то втирать. И теперь они, значит, защищают Русь-матушку. Послушайте. Цель, как я уже много раз говорил, прежде всего защиты людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. И мы этого не можем допустить. Еще раз, друзья, все это прикрывает только одно. Полную растерянность. Полную растерянность. Вот у Соловья проскочил такой интересный момент. С другим он там сидел пропагандистом. Мы им же силу показали. Так они не испугались. Что дальше будем делать? Вот это все взять на слабо. Вот это их блеф, которым они играются. А он полностью провалился. Посмотрите, как он бьется в конвульсиях. Но мы поставили Российской армии задачу 24 февраля. Какую задачу вы поставили? Не воевать? Минучку. Продемонстрировать силу? Напугать их? Продемонстрировали? Напугали? Это не военная задача, это политическая. А оказалось, что они не пугаются. А оказалось, что это пшик для них. Да потому что и вправду. Все, что может сделать Россия. Рассказывать какие-то безумные красные линии в их голове придуманные. Всех чем-то пугать. Медведева выпускать, чтобы он там строчил очередную чушь про, как они всех раздолбят. А на самом деле, знаете, самое показательное, что такое сегодняшняя Россия и что такое их сегодняшние угрозы. Это, друзья, Сызрань. Там несколько миллионов рублей. Я не шучу. Они закупили картона и сделали картонные танки. И сделали инсценировку и Курской битвы. Битвы на Курской дуге из этих картонных танков. Вот это все. Вот это реальная Россия. Картонные танки, картонные мозги, картонные красные линии. Вот в этом видео, как в капле воды, друзья, абсолютно все. Кстати, обратите внимание, там русский танк сразу практически в стену врезается. Они даже картонным танком управлять не могут. Ну, в общем, посмотрите. Они стучат по нему. Они стучат по нему. Друзья, вот она, реальная сегодняшняя Россия. Крики по истерике, вопли и картонные танки и вот картонные головы, которые вот этим всем управляют. Ну, поэтому финал неизбежен. Но, к сожалению, они еще много горя до этого принесут. Наша с вами задача все сделать, чтобы приблизить этот финал. Сегодня в Парламентской Ассамблеи Совета Европы дебаты по Украине, по трибуналу. Трибуналу над Путиным и Лукашенко. Я буду там выступать и говорить. Следите за телеграммом моим. Следите за ютубом, чтобы не пропустить выступления. Друзья, мы знаем, что делать. И мы знаем, как победить. Держим строй.